Последние несколько лет Самарский дом офицеров был вынужден сдавать помещение в коммерческую аренду. На его площадке располагались ярмарки. Сюда с гастролями приезжали российские артисты. Благодаря личному вмешательству губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ситуация изменилась. Чтобы очень непростые годы выживать, обеспечивать функционирование всех систем жизнеобеспечения, творческих коллективов. Но когда я приступил к работе в должности губернатора, я, конечно, проговорив с командармом, с руководством Дома офицеров, сказал, что так быть не должно. И мы совместно, сообща, Андрей Ильич, хочу это подчеркнуть, вместе со второй армией, вместе с Домом офицеров, с творческим коллективом, просто приняли решения, которые сегодня наполнены патриотической жизнью эти священные для нас стены. Поручением губернатора патриотические объединения региона обрели стены и всю необходимую для занятий с активистами материально-техническую базу. Здесь расположились участники одного из крупнейших добровольческих движений страны – волонтеры Победы. По соседству разместились региональное отделение юнормии и поисковый отряд «Крылья», участники которого ищут весточки о пропавших без вести солдатах на Великой Отечественной войне. Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ, в которой располагаются ВАДО, выступили с инициативой возродить школу «Юнг» в Центре дополнительного образования Александрия. Идею поддержал замминистра обороны России Андрей Картополов. Воспитанникам Александрия отдадут свыше 400 квадратных метров на третьем этаже Дома офицеров. Традиционно ВАДО есть место и для творческих коллективов. Коллектив Дома офицеров и коллектив музеев, в котором мы с вами находимся, это абсолютно неравнодушные люди. Это энтузиасты своего дела с большой буквой, которые живут ради этого и которые понимают, насколько это важно, насколько это нужно, особенно сейчас, в то время, когда идет активная борьба за умы и сердца людей. В АДО базируется также детский театр-мюзикл «Страна мечты», в котором задействованы более ста ребят. В их распоряжении не только хореографический класс, но и собственная студия звукозаписи. Замминистра обороны впечатлила и библиотека окружного Дома офицеров, в фонде которой сохранилась уникальная коллекция книг 19 века. Андрей Картополов рассказал, что министр обороны Российской Федерации дал распоряжение создать в военных округах подразделения русского географического общества. Филиал, который занимался бы исторической работой, генерал предложил базировать в Самаре. Ольга Павлова, Мария Левина, События.